Около недели назад между Новым Городом и Старыми Честными на противоположном берегу Кубани обнаружил огромную стаючаек, которая устроилась на Большой Отмире. Там было около тысячи птиц, и я решил через недельку проверить, то ли это птицы на пролете, то ли это наши местные жители. Вот через неделю я приехал, удалось подняться. Посмотреть, оказывается, это не Отмире, а большой длинный остров, который отделен протоком берега, Адыгейского берега, там где Ау Старобжигакай и озеро Старобжигакай сразу за зеленой просадкой. Вот такой длинный остров, и на этом острове устроилась колония чаек. Целый Чайкин город, я так понял, что они здесь и птенцов выводили, и выкармливали их. Интересное место, которое в округе человек в общем-то в таком количестве не видел, в таком огромном количестве. И в этой колонии по-прежнему прекрасно себя чувствуют и серая цапля, и белая цапля, и расхаживают серые вороны, которые внездятся, я так понимаю, на деревьях, которые сейчас слива в кадре. Они тут кормятся остатками, что осталось от стола у чаек, или еще что-то такое подбирают. Огромное количество человек. Чайки периодически взлетали. И так взлетали, причем не от того, что там кто-то летал, а от того, что мне что-то показалось, вдруг ни с того ни с сего, даже неделю назад я наблюдал, что стая вся поднималась в воздух, потом приблизительно через минуту, через три минуты садились все, кто на песок, кто на воду, начинало плескаться. Потом неожиданно вдруг опять все хором поднимались, причем остров занят, и вот эта даже конечность острова занята, чайка. И они с удовольствием на мелководье, по колено в воде стоят, тут вот мелководье видно сверху очень хорошо. Рядом с городом, это кто хочет посмотреть, между новым городом и старыми честными, пустырь. И вот с этого пустыря отличный обзор на эту колонию чайка. Единственное, что нужно с собой, вот цапля поймала рубежку и сейчас ее будет кушать. Нужно с собой обязательно взять бинокль, потому что без бинокля то ничего вы не увидите. Издалека много птиц и все. А обычный 8-кратный или лучше 12-кратный бинокль и можно будет хорошо все разглядеть. Ну и еще пара слов, что это за чайка. Это чайка хохотуни или степная чайка, которая гнездится на обширных территориях России и Украины, приникающих и к Черному морю, и к Азовскому, и к Каспийскому. Населяет и морские пляжи, и морские острова, берега степных озер и век. Вот и на Кубани у нас она, как оказалось, прекрасно себя чувствует. Причем, когда мы видели чайк зимой, то хохотуни были тут немножко. В основном были черноголовые озерные чайки, они поменьше размером. Эти чайки размером, наверное, с небольшого индюка. Это вот имеется ввиду чайка хохотуни или степная чайка. Вот так выглядит сверху их дом. Это большой песчаный остров, ближе к адыгейскому берегу Кубани, к левому берегу. А напротив дома нового города. А сейчас видны дома, которые на улице Лукьянника. То есть можно себе представить, где эта колония. Интересно, будут ли они у нас тут зимовать и не перелетят ли они в более теплые края, потому как Кубань бывает замерзает. Когда замерзает Кубань, то для всей живности наступает черные времена. Бывает это редко, но бывает. Обычно всю зиму Кубань остается у нас без льда, как вот в прошлую зиму был небольшой ледоход, но лед так и не стал. Хотя было минут 17. И для и уток, которые зимовали здесь, и для чаек, и для бакланов, в принципе все это было нормально. Они все прекрасно себя чувствовали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok